О том, что надекларировали и кто срывает процесс, тоже говорим в черном зеркале уже совсем скоро. Но вот вряд ли услышим о том, кого наказали, хотя бы по результатам прошлогодних скандальных деклараций. Ведь традиционно примеры наказаний за коррупцию приходят к нам из-за рубежа. Сегодня экс-президент Южной Кореи оказалась за решеткой. Суд Сеула выдал ордер на арест Пак Кингхё, который обвиняют в злоупотреблении властью коррупции. Подстражей она будет как минимум 20 дней до оглашения официального обвинения. В зависимости от решения суда Пак Кингхё грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного срока и даже смертная казнь. Коррупционный скандал импичмента теперь и арест. Экс-президента Южной Кореи Пан Кингхё задержали по обвинению во взяточничестве и злоупотреблении властью. Ордер на арест выдал суд Сеула. Буквально сразу же после оглашения решения Пан Кингхё доставили в пенитенциарное учреждение на юге столицы, где уже за решеткой другие ключевые фигуры коррупционного скандала, в том числе и подруга экс-президента Цой Суньсиль. Именно из-за дружбы с ней Пан Кингхё поплатилась президентским креслом. Ни до суда, ни после Пан Кингхё не давала никаких комментариев. Представители медиа могут только наблюдать, как она хладнокровно ведет себя под охраной. Еще две недели назад перед допросом Пан Кингхё публично попросила прощения. Я прошу прощения у народа и обещаю сотрудничать со следствием. Расследование началось еще в октябре прошлого года. Шумиху подняла пресса. Тогда еще президента Пан Кингхё обвинили в злоупотреблении властью и коррупции. Дескать, ее подруга, пользуясь покровительством главного лица страны, оказывала давление на коммерческие фирмы, и те перечисляли деньги на счета подконтрольных ей фондов. Оппозиция заявляла, что Пан Кингхё не только была в курсе происходящего, но и участвовала в коррупционных схемах. Скандал спровоцировал массовые протесты как сторонников, так и оппозиции. В конце 2016-го парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент. И вот уже в начале марта этого года Конституционный суд утвердил его. Я твердо убежден, с этого момента начинается новый век. Импичмент это то, к чему стремились. Импичмент огласили без доказательств, поэтому патриотически настроенные граждане до сих пор поддерживают Пак Кингхё. Мы хотим, чтобы действующий президент повлиял на ситуацию. Зачем арестовывать Пак Кингхё? Взять под стражу Пан Кингхё настаивала прокуратура. В ходе следствия собрали много улик. А так как подозреваемая отрицает большинство обвинений из 13 пунктов, то правоохранительные органы опасались, что она может уничтожить улики. Под арестом экс-президент пробудет до 20 дней. За это время и выдвинут официальное обвинение. И если признают виновной, Пан Кингхё грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения. И даже смертной казни. Анна Ильяных, подробности, телеканал Интер.